Сегодня я хотел поговорить про основные тригонометрические формулы, потому что обычно они вызывают наибольшее струднение. Также я приведу примеры, как, допустим, они были в некоторых случаях получены. Ну, соответственно, начнем с известного нам выражения для вопроса квадратов синусов. Я просто запишу сейчас сюда. Вот, то есть квадрат синуса плюс квадрат косинус х равняется единице. Определение тангенса сейчас сразу же запишу. Тангенс х равняется синус х на косинус х. Теперь предлагаю ваше внимание, возможно, смотреть какой-либо треугольник. Вот, соответственно. И поговорим о том, как этот тангенс можно показать, что он равен к разношению синуса и косинуса. Посмотрим какой-нибудь прямоугольный треугольник. В общем, вот, для начала. Здесь у нас уголь какой-то кросс х. И то, что у меня здесь показано сверху, это показано то, что у нас по определению тангенс угла х. Это отношение противолежащего катета. Вот это вот, да. Соответственно, мы обведем обозначение А, Б, С. То есть А, Б, К, С. Это по судению катета. Противолежащий катет и лежащий. Мы в треугольнике, да. И дальше можно все вот это поделить на Б, С и умножить на Б, С. Ничего тут не поменяется. Вот, в результате всего, если мы теперь посмотрим на то, что я произвел. То есть А, Б на Б, С. Вот это выражение. У нас себя представляет величину синус х. А вот это вот выражение представляет из себя величину косинус х. В результате тангенс х записывается как синус х на косинус х. Котангенс х, кстати, величина обратная тангенсу. И, соответственно, она может быть записана как единица на тангенс х. По определению, это отношение прилежащего катета к противолежащему. Да, вот. И поэтому отсюда сразу следует свойство, что произведение катангенс х на тангенс х нас дает единицы. Что ж, теперь есть очень в редких случаях важная формула, как единица плюс тангенс квадрат х. Для того, чтобы вывести эту формулу, я воспользуюсь определяем тангенс, который я, соответственно, дал, и непосредственно определением, которое я здесь ввел, что синус квадрат х плюс квадрат х это единица. Что ж, приступим к выводу этого выражения. Получаем, что это будет единица плюс синус квадрат х на косинус квадрат х. Видите, я сейчас воспользовался просто в определении тангенс угла. Эта сочетка равняется косинус квадрат х плюс синус квадрат х на косинус квадрат х. Вот эта величина, которую я покажу, как может быть получена из треугольников, в будущем, в нас обращают сразу единицу. Я ее пока специально доказываю, оставлю ее на потом. В результате чего, вот это все выражение, получается, равняется единице на косинус квадрат х. Получается, что единица плюс тангенс квадрат х величина равна единице на косинус квадрат х. Вот такая совокупность тоже смогла выражаться, получили, исходя из предыдущих, которые последовали из базовых определений. Ну а теперь я как раз покажу, как получить выражение, что у нас синус квадрат х плюс косинус квадрат х равняется единице, как и обещал в начале. Рассматриваем то же самое прямоугольный треугольник. Вот. Это у нас будет угол х наш. Опять же, А, Б, С. Ну а теперь опять воспользуемся приобретелением синуса и косинуса. синус х это отношение противо лежащего качества к прилежащему к гипотенозе, то есть это А, Б квадрат на А, Б, С квадрат. Косинус квадрат х это отношение к прилежащему к гипотенозе, то есть это А, С квадрат уже, но тоже Г, С квадрат. То есть вот этот синус х это у нас отношение к вот этой величине к гипотенозе. А косинус это вот это вот к этому. А сравняется с единиц. Ну а получаем всем известную теорию Пифагора для прямоугольных треугольников. Я сейчас отказываю от обратного. Если бы я пошел прямым путем, я бы мог показать, что если мы просто писали теорию Пифагора, то мы получили вот это вот выражение. Теперь у вас воникает логичный вопрос. Возможно, некоторые непонимания, ведь мы же расписываем синус х и косинус х вообще для произвольного угла, а не для какого-то там конкретного просто прямоугольного треугольника. Ну все верно. Если мы просто хотим, поскольку все эти синусы и косинусы, они имеют смысл, мы сопределимся для прямоугольного треугольника, да? В плане того, чтобы через выражать какие-то стороны, Потому что на самом деле косинус можно в стиле произвольного вот этого косинуса угла, да? И там вот через теремателем треугольник вырезать что-то там, связать стороны. Но в целом, если мы хотим найти по определению через стороны какого-либо треугольника, то мне, по сути, не будет необходимо просто поставить какой-то прямоугольник. Прямоугольник. То есть у нас запустили сеть произвольный. Мы хотим, вот допустим, знаем, что этот косинус угла у нас задум косинус-альт какой-то, да? То мы, естественно, должны провести какой-либо перпендикуляр уже, да? Вот до этой стороны. И сказать, что вот у нас в этом треугольнике отношение, соответственно, вот этого катства к этой гипотенозе будет давать на косинус. Но в целом поэтому все эти объяснения они вполне уместны для любого угла. То есть я про это говорю. То есть возникает вопрос, почему у нас, в принципе, треугольники не прямоугольные, а косинус все-таки мы пишем. Ну, ответ-то просто, потому что выражение-то можно построить для произвольного треугольника, там косинус со стороны связать. Но чтобы вести его через отношение к катству гипотенозе, то надо просто ставить прямогольный треугольник. Что ж, спасибо за внимание.